Смотрите, вообще, почему выбрана вот эта тема? Я ее очень долго времени отплатывал, вообще-то давно хотел с вами поделиться, но как-то внутренне, наверное, был не готов об этом говорить, потому что, ну, должно для всего свое быть время, да, например. И вот мы немало времени тоже провели, рассуждаем на тему, что такое церковь, что должно быть церкви, немножко такие духовные ободрялочки у нас были, как бы, ну, в хорошем смысле, хорошее было время, но сейчас какая сложилась ситуация, что я так посмотрел, мы даже с Анютой, с моей супругой так размышляли, что, оказывается, вокруг нас есть немало людей, которые вот наши друзья, знакомые, родственники. И часто вот бывает ситуация, когда, вот, например, я как христианин, я даже, может, не знаю, как себя правильно с ним вести. Ну, то есть, например, стоит мне человеку говорить по-своему Богу или не стоит говорить? Как человеку помочь духовно расти? Как человеку помочь духовно найти Христа? Это мы когда об этом размышляли, и тут мне где-то говорят, святей, слушай, у тебя же есть куча материалов на тему, что ты от нас скрываешь? Вот, и на самом деле это правда. Я даже когда-то проходил специальное обучение на эту тему, кстати, Юра Камыка, вот этот вот пастор церкви из Москвы, он был мой наставник, он меня когда-то учил, они тоже, он вообще волейболист, профессиональный, или, да, наверное, волейболист, он мастер спорта по волейболу, вообще эта тематика была спорта серьезная, он хороший христианин, там в Московской церкви был, и они даже так церковь организовали, среди спортсменов, они делают разные спортивные проекты там, вот, и вот, кстати, вот Юра Крымойка, который мне дал контакт с терьми вот этого Владимира, это был мой наставник. И он меня, кстати, учил по этому материалу, как быть наставником вообще для других людей, да, которые нас окружают. В чем суть как бы наставничества, друзья? Суть наставничества в том, что, знаете, наверное, самый простой способ благовестия, это когда ты человек погибешь первый раз в жизни и последний раз. Все, ты встретил человека, ты ему говоришь, Бог тебя любит, Jesus loves you, дал ему брошюрку и все, и все, религиозное как бы свое вот это обязательство ты сбросил, все, ты молодец, ты сказал человек во Боге, да? Намного сложнее, когда ты с человеком живешь день в день, когда он за тобой наблюдает, когда он смотрит, как ты правильно себя ведешь, как ты неправильно себя ведешь, и он за тобой наблюдает. И на самом деле это большая ответственность, потому что если ты хороший пассионин, это хорошее поведение. Если у тебя какие-то проблемы и слабости, ну как бы, либо это может стать соблазнанным для другого человека, проблемой, предназначением, либо наоборот, это меня заставляет взять на себя ответственность, что надо с этим что-то решать. Поэтому, друзья, почему важен этот курс? Этот курс немного поворачивает наш взгляд с себя на людей, которые вообще нас окружают, и он заставляет нас задуматься вообще, какая роль моя, там, где я сейчас нахожусь, почему Бог мне дал вот этих людей, которые меня окружают, как правильно выстраивать свои взаимоотношения с этими людьми. Но очень-очень много мы с вами будем размышлять. Смотрите, первая тема, о которой я сегодня хотел поговорить, веру, наставничество и ученичество, это так называемый, я сейчас, сейчас секундочку, провестаю слайд, вот, сердце небесного Отца и мотивация христианина. Почему это важно? С одной стороны, мы сегодня посмотрим вообще на Бога, мы немножко о Нем повышляем, и с другой стороны, мы вообще-то поговорим о мотивации христиан, особенно построении взаимоотношений с другими людьми. Почему это важно? На самом деле, что мы двигаем? Какой правильный мотив? Какой неправильный мотив? Ну, мы больше, конечно, будем говорить о правильном мотиве. Но перед тем, как мы перейдем к теме, я бы хотел немножко вас кое-чем спросить сейчас. А первое, кто из сидящих или сейчас находящихся здесь на нашей встрече, пришел к Богу самостоятельно сам? То есть, вот он сам как-то жил, и вот как-то ему вдруг открылось, что все, я же неправильно вообще жил в этом мире, точно, я же Бог там. Кто вообще, есть такие люди среди нас сидящие, кто вообще к Богу пришел абсолютно самостоятельно, вообще без помощи посторонних людей? Есть такие люди? Есть, нету? Хорошо, второй вопрос. Друзья, поделитесь, пожалуйста, кто вас привел к Богу? Кто это были за люди, если таких людей нет? Давайте начнем с Верджила. Верджила, кто тебя привел к Богу? Можешь ее назвать? Мой брат, его зовут Женя, и одна моя тетя говорила мне о Боге. Я знаю, что они очень много за меня молились, вот эти два человека. Отлично, спасибо большое. Друзья, кто еще бы хотел поделиться, кто у вас привел к Богу? Вот конкретное имя? Я ходила в церковь с бабушкой всегда, она, по крайней мере, не начала рассказывать, то есть никто больше о моей семье не говорил, хоть раз в год ходили когда-то, но она всегда в Рождество, у меня не было никаких молитв. А здесь именно Артем. Ага, отлично. Артем поменял на то, что Анечка пришла к Богу. Отлично. Хорошо, еще, пожалуйста, так, кто хотел поделиться? Может, Вера? Вера, мир Божий. Здравствуйте, добрый вечер. Я, ну, не лично человек, не лично через человека я пришла к Богу, а через христианскую книгу, ну, значит, соответственно, автор этой книги, ну, так можно сказать. А, Вера, как она попала? А, да, книгу как раз дала сестра из церкви, да. Смотрите, меня привел Богу, начала сеять семена веры, это моя бабушка, которая была очень глубоко верующая человека, научила меня молиться, читать Библию, но конкретно познакомила меня с Иисусом Христом, мой двоюродный брат, который сейчас в команде, он сейчас пастырь церкви, он там тоже служит, они там, у них церковь на колесах, они в автобусе собираются, представляете, у них ездит автобус, они там собираются, они в церковь, ну, автобусная церковь, как его так называется, да. Друзья, каждый, каждый человек, который сейчас находится здесь, за каждым из нас какой-то стоит человеком. Вот верите в это вы или нет, но никто к Богу просто так не приходит. Бог всегда направляет, направлял каждому из нас, кого-то, кто стал вот этим, вот этим, вот как моментом. Это может быть ваша семья, это может быть ваши друзья, это может быть даже человек на улице, который вообще случайно встретили, и этот человек вам рассказал, вот, и все, у вас все в жизни поменялось. Смотрите, второй вопрос. У кого был наставник или наставники, кто вам помог или помогает духовно возрастать? Есть ли человек, который постоянно, вот, он, как бы, вот, вот, он вкладывает, делится, вот, опытом, вы можете за ним наблюдать, и вот, вы духовно растете. Есть такие люди у вас? Аня и Сережа. Аня Сережа, я тоже, Сережа. Аня, у меня ты, как пример, у меня почему-то, у меня с тобой контакт, вот, мы с Аней же тоже говорили, она же меня вела, но у меня почему-то, вот, ты когда говоришь, у меня это как-то выстрелает сильно. А, слава богу. Приятно, на самом деле, приятно быть для кого-то полезным, да. А, может быть, Вера, кто он, кто этот человек, кто он оставляет вас, кто участвует в вашем таком развитии? Ну, так как-то не могу сказать, чтобы кто-то так на постоянной основе, ну, может быть, проповедники, которых я слушаю, ну, как слушая в интернете проповеди, ну, так скажем. Отлично. Дирджу, поделись, пожалуйста, кто повлиял на твой духовный рост? Был ли такой человек, или есть ли такой человек, который помогал или помогает тебе духовно расти? Также было много людей. Первый, это был мой брат, который мне говорил о Боге. Он нам читал Библию, он нам рассказывал, мы противились, мы много ему задавали коварные вопросы. Но потом начал приходить в церковь, потом церковь начала молиться, и было пара братьев, одного звали Эмиль, он взрослый человек был, зрелый, он говорил о Боге. Проповедь, пастырь в то время, где я был. И чтение Библии. Как-то после покаяния, ну, у меня время до покаяния где-то года два, думал, размышлял. Потом, когда покаялся, у меня появилось такое огромное желание читать Библию, и я каждый день читал три главы из Библии. И это дало мне больше всего роста. И потом, когда я говорил, я уже задавал конкретные вопросы, и мне было уже понятно, как бы я мог связывать некоторые события, и я задавал конкретные вопросы. Ну, третье, это чуть-чуть не Библии. Ага, отлично. Спасибо большое, Викжил. Да, то есть, друзья, смотрите, точно так же, как человек, который нам показал, познакомился с Христом, да, нас однажды, и нас это коснулось, и мы загнули славу, точно, это вот он, и истина. Точно так же, кто-то влияет на наше духовное развитие, или должен влиять. Смотрите, третий вопрос. Как поменялось ли, или как поменялось, или как бы поменялась ваша жизнь, если бы вы провели два года с опытным духовным наставником, который постоянно вы... Вот вы идете с ним, как бы, да? То есть, помните, да, вот Христос, представь было 12 учеников. Представьте, друзья, они три года жили за Христом. Они могли за ним наблюдать, он их наставлял, он вместе с ними был. То есть, вот как бы поменялась ваша жизнь, или как она меняется, если бы два года был человек, который вас в духовном наставлял. Вот по-любой части, да, приходишь, например, слушай, я не знаю, как идти, ну, например, да, там, с библейской точки зрения, я не знаю, как там молиться правильно, а для чего вопрос нужен, там, ну, и вот этот человек постоянно вам помогает. Смотрите, почему я задаваю эти вопросы? Это, кстати, третий вопрос, это риторический, это не то, чтобы отвечать, а просто подумать немножко, то есть, насколько важен не только человек, который привел в голову, да, вот если условно взять вот точку, да, ну, например, точка, это Иисус Христос, да, вот, и вот нас подвели к этой точке, вот мы есть, ну, к примеру, да, ну, я, конечно, художник здесь на экране не очень. Вот нас подвели сюда, да, теперь представьте, вот нас привели к Христу, и вот начинается наш духовный путь со Христом, и вот мы, находясь здесь уже, это, вот, то есть, очень важен вот этот вот переломный момент встречи со Христом, и точно так же важно, чтобы нам помогли, где-то нас вот за руку провели, помогли, да. Да, да. очень часто. Не знаю, можешь 10 раз здесь сказать. Отлично. Друзья, то есть, почему я задаю эти вопросы? Для того, чтобы немножко посмотреть на себя и подумать, что если кто-то меня привел к Христу, и моя жизнь поменялась, и это на самом деле большой позитив моей жизни произошел, если кто-то трудится в моей жизни, и помогает мне духовно возрастать, то я тоже могу стать этим человеком для другого своей. Понимаете, да? То есть, это очень похоже что-то на родительство. То есть, это как ну, например, когда-то мы были детьми, потом пришел момент, родители о нас заботились, они о нас опекали, и вдруг однажды становятся мы родители. То есть, мы через нас приводит кто-то в эту жизнь, ребенок, он попадает в эту жизнь, и мы становимся для него уже настанных. То есть, поэтому настанничество, это, я считаю, что в духовной жизни один из очень мощных инструментов для внутренних изменений. Почему? Пока вы живете сами по себе, пока вы живете как одиночки, вы себе многие вещи прощаете. Ну, то есть, то типа, как это, знаете, с большими грехами вы разобрались, ну, а мелкие, наверное, Бог меня простил, потому что я давно их делаю, да? Но когда речь идет о том, что есть кто-то, кто за вами наблюдает, поверьте, это очень дисциплинирует. То есть, например, пока у вас не было детей, вы, например, многие вещи абсолютно делали, даже не задумываясь. А может, но когда появляется ребенок, ты такой думаешь, что я не буду есть сладкого, потому что если я буду есть сладкое, это плохой пример для ребенка, он будет у него портиться зубы, например. И я ем сладкого не потому, что я не хочу, потому что это нельзя делать сюда. Например, я не должен говорить плохие слова или употреблять журнон, потому что это влияет негативно на моего ребенка. Это плохой пример. Точно в таком же формате происходит ситуацию похожую на... То есть, пока вы сами по себе, то есть вы такой себе христианин сами по себе, вы все живете в своей жизни, да? Но как только вы становитесь настальником для другого человека, это мощный инструмент для внутреннего изменения самого себя. Человек начинает очень сильно изменяться и взрослеть. Духовно. Вот мы сегодня об этом немножко будем говорить. Так вот, как это делать, с чего все начинается, давайте будем начинать. Скажите, пожалуйста, мы немножко об этом говорили, косвенно коснемся этого вопроса, у нас была вообще целая тема, посвященная тому библейскому тексту, мы косвенно его коснемся, но его надо поменять. Как люди себе представляют Бога? Как вы думаете? Вот если ты говоришь, ну, расскажи мне о Боге, как вообще люди в этом мире представляют себе Бога? Наше представление рассказать или вообще? Общепринятое представление о Боге. Кто такой Бог? Как люди себе его понимают, представляют? Ну, очень часто люди имеют представление о Боге. Это тот, который наказывает. Судья. Да, как судья, да. Отлично. Спасибо. Еще, пожалуйста, какие-то варианты? Высшая сила. Высшая сила. Отлично. Еще, пожалуйста, какие-то люди себе представляют Бога? Люди представляют бородатого дедушку в полках сверху. Вот это я видел, что у меня бородатый дедушка, но милый, который только ждет, чтобы кто-то что-то по-моему сделает, он за это прилетел. Так, еще, пожалуйста, как еще люди Бога представляют? Может быть, я ошибусь, но как Иисус это Бог? То есть именно Христа? Так, еще как Христа. Представляют Бог, да. Именно Христос. Кстати, у меня вот, мне сейчас, знаете, как Эльза, она мне рисует крест и говорит, это Бог, это Бог. Имеется в виду, ну, Христос на кресте, это Бог наш. Но у нее это крест, у нее ассоциация. Ну, детская такая, она по-своему это видит. Или, например, она видит, ну, она, например, с бородой мужчина в длинном хитоне, это Бог тоже для нее. Да, на самом деле, друзья, очень много по-разному виду представляют, потому что есть культура, где Бога представляют в виде определенного изображения и какой-то фигуры, скульптуры, да, там вот это Бог или икона. Вот в Украине, например, говорят, иди про три бога. Ну, я по-русски говорю, но это украинцы, он говорит, иди про три бога. Вот так говорят в селе. А имеется в виду, что иди восьмитрянку, выдай икону. Потому что часто в сельских хатах в Украине стоят в углу, в углу, да, например, вот так, ну, давайте так вот, я изображу, попробую. И вот в углу стоит икона, вот, и тут такие шторки есть. Вот так часто вот в сельскую хату вы зайдете в Украине, я в России не знаю, как, но вот, и вот стоят в углу комнаты и шторки. И бывают шторки так вот, за шторку вы дверь открываете. И вот многие люди, они представляют, они так и говорят, иди про три бога. У меняется в виду про три иконы. Вот. Ну, то есть у людей представление о боге абсолютно разное. То есть вот, но Библия, когда мы читаем Библию, бог нам представляется, во-первых, в роли небесного отца. Представьте, это отец. Еще вот есть такое слово, которое употреблял, как бы, Иисус Христос, он говорил, а в лучи это папочка, да, такое очень, такое вот что-то близкое, родное, такое нежное, вот папочка, да. Вот, а в лучи небесной папочке, ну, так. Мы вот об этом поговорим. Почему? Потому что, когда мы начинаем говорить о боге, как о баце, как о папочке, совершенно все меняется в нашей жизни. Вот эта формулировка, она совершенно выставляет совершенно другие взаимоотношения нас с Богом. И вот мы сегодня вспомним эту историю, мы о ней уже когда-то вспоминали, то есть, что заключается в сердце небесного отца по отношению к людям, которые живут в этом мире. И живут в этом мире без Бога. То есть, а кто хотел бы прочитать этот текст, это притча о блудном сыне, и мы немножечко об этом буквальном пару слов скажем, потому что мы когда-то вообще на эту тему целый час посетили. Кто мог бы прочитать этот репейский текст? кто не за рулем сейчас? Притча Иисуса про блудного сына. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец, его, и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мерз и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Спасибо большое, Анечка. Помним эту историю, да, то есть было два брака, был отец и вот однажды случилась такая ситуация, когда один сценарист сказал, слушай, отец, дай мне мое наследство, хочу, в принципе, как бы, Женька, хочу и он ушел из дома. Он получил наследство, ушел из дома. и он это все наследство его, как бы, потратил с друзьями, с девчонками, рестораны, ночные клубы и скатился без лака там до самых низов. То есть он, по сути, стал вообще, как бы, бомжом, короче, он говорит так, как оно есть. И тут у человека появляется к нему прямой драку, он вдруг начинает вспоминать дом отца, он начинает вспоминать, что дом было классно, а я вот сейчас валяюсь в этом свинарнике там и кушаю еду свинячую. Надо все-таки идти домой. И вот он как бы встает и идет домой. Значит, если взять эту историю, она, по сути, рассказывает взаимоотношения грешного человека и Бога Отца. И вот в этой истории есть три персонажа. Это Бог-Отец, это Отец, который ждет дома. Блудный сын это ребенок, который отбился от рук, это человек, который живет в грехе, живет по своей воле, как он хочет, и в конечном итоге у него выбор либо вернуться, восстановить отношения с Едесным Отцом с Богом, либо продолжить жить в святомнике, грубо говоря, с чистыми животными. И еще один сын, который такой, знаете, такой слог, он живет по закону, по справедливости, то есть он как бы безжалостый такой, гордый человек, и он даже валит со своей правильностью. У тебя такой правильный, не такой, как брат отбросок, такой, он отбросок, а я вот такой молодец, и такой правильный. Но вот в этой истории, смотрите, давайте мы сейчас не будем про всю историю говорить, давайте мы только скажем, что мы видим здесь, какое сердце отца, что мы только про отца, все, мы не про сына, не про Бога, что мы здесь видим в этой истории, какие мы видим вещи, которые касаются только Бога. Отец терпеливый. Отец терпеливый, замечательно, он, кстати, не шел за сыном, он ждал дома, он не ходил там. Кстати, если взять с точки зрения созависимого поведения, то отец, он не созависимый в данной ситуации. Созависимый отец, он выходил бы за сыном и спасал его там. И свинарника вытягивал, там проплачивал, его там одежду менял. И отец, он понял, что это твой выбор, ты живешь как хочешь. Если тебя устраивает жить в сценарии, пожалуйста, твой выбор, но ты знаешь всегда, где, куда вернуться домой. То есть, я тебя жду дома. Но он терпеливо ждет, да? Хорошо, еще. Сжалился. Сжалился. У отца в сердце жалость. Абсолютно верно. То есть, он не посмеялся, он не сказал, что, ааа, что, вернулся, ааа, как пришлищий брод, посмотри на себя, превратился в свинью. Нет, он жалился. Причем, он, смотрите, он выглядел, он далеко, он постоянно смотрел, он как бы с надеждой смотрел, что вот, вот вернется сын. Да, отец, ожидающий сына. Еще, друзья, он сжалился. Он с шеей целовался. Он обижал, он обнял его, он целовал сына. Хотя, ну, поверьте, этот запах был там не из лучших. Понятно. От этого сына, судя по всему, где он в последнее время был. Ну, то есть, по-другому он радовался возвращению сына. Был рад. Радовался и сегнился. Да, вот прям, как по-концам, даже упрекает голос, когда ты тоже был радоваться со мной. Ага. У него настоящая чудность случилась. Он ожил дать сыну. Да, смотрите, так-так-так-так-так-так. Вот он говорит, что твой сын был мертв, ожил, пропадал и нашелся. Смотрите, был мертвый, ожил, это одно состояние, пропадал и нашелся. То есть, для отца область жизни сына было, ну, то есть, он был внутренне, уже готов и внутренне воспринимал ситуацию, как будто бы сына уже нет уже. То есть, он смирился с тем, что, вероятнее всего, даже такое могло быть, что сын мог и погибнуть. Ну, представьте, ты думаешь, что сын, хотя он с надеждой ждал, он думает, что он умер, и тот раз, и сын умер, да, он оборванный, он вонючий, да, да, но он живой, он нашелся. И это большая радость для него. Итак, друзья, тут слова. Что можно сказать просто про отца? Какое сердце отца небесного? Это сутья? Это может быть отстраненный какой-то Бог? Вот, как, как вот нам выглядит здесь отец небесный Бог? Как он выглядит для нас из этой истории? Ну, а его сердце можно сказать, о нем можно сказать мудрый и любящий. Любящий, мудрый, сострадательный, да, ожидающий. Можно сказать независимый? Независимый. Независимый, притом, да, но ожидающий, да. Смотрите, в этой истории сын сделал два шага, а отец побежал ему на встречу. Представляете, какое любящее сердце? То есть, он не ждал, чтобы сын на коленке бегал, и так, ну, давай, бегал, иди ко мне на коленях, я сейчас буду еще посмотрим, что ты мне тут расскажешь. Нет? Мне кажется, это же, знаешь, когда человек что-то сделает, обычного, такой злой на него, а когда проходит он 20-30 минут, и вообще уже тебя отпускает, и ты уже как бы не помнишь этой слости, именно уже вот эта вот любовь проявляется, и смотрите, и отец воспринимает сына на равных с тем, который остался с ним в доме. Он ему дал герсин, он его одел богатую одежду, и он закатил пирог на... Хотя, отец, ну как, он же же растратил мнение, он все прогулял, как, как такое возможно? Друзья, смотрите, сердце Божьего сына Иисуса Христа. Ага. Ты плак, что этот сын, который вернулся, сделает точно так же. Еще раз. Я думаю, что тут как бы больше притчей, это и делается упор больше... Ну, притча, она же не универсальная, она как бы раскрывает какую-то одну истину, да, например. А уже вопрос сделает, вы можете сделает, а может и нет. Но Иисус когда-то сказал, кому много прощается, тот много любит. Я думаю, что после этого случая, после вот этого оправдания, сын уже, наверное, не посмеет больше отца обидеть. Друзья, теперь сердце Божьего Сына Иисуса Христа. Кто мог бы прочитать эту историю? Этот текст из Библии? Можно читать отсюда или только там? можно с экраном, конечно. Матфея, сердце Божьего Сына Иисуса Христа. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжарился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Спасибо большое, Иера. Друзья, кто мог поделиться, что мы здесь, в каком облике предстает нам Иисус Христос, наш Спаситель? Что больше всего сейчас бросает в этом тексте в глаза? Прям жалился, не жалился. Жалился. Он ходил. Он ходил. Он ходил. Иисус ходил по всем городам и селениям. Что еще Он делал? Учил. Учил. Что еще? Проповедовал. Проповедовал. Исцелял всякую болезнь и всякую немущь людям. Так. Ну, а это все действия, что он делал? Как это сказать о сердце? О сердце? От сердца хороший вопрос, Людочка. Что может сказать о сердце сына Божьего? Уже было об этом сказано, но кто бы еще хотел повторить? У него была жалость к людям. Он на самом деле... Ну, вот смотрите, если взять... сердце... Сердце... Да-да-да, Вера, пожалуйста. Сердце жертвенное. Да, жертвенное сердце. Смотрите, друзья, жалость к людям, во-первых, когда проявляется, когда человек не себя, только любит своей. Обычно нам будем свойственно жалеть самих себя. Ой, я беды несчастные, ой, у меня молодее, ой, у меня здоровье такое слабое. Ой, что-то мне никто не любит, что-то мне никто не умирает. Что такое, что-то такая непруха в жизни вообще, невесеннее, да? Вот смотрите, мы по природе люди очень проявляем много жалости к себе. Вот я не знаю, как вы, но у меня есть такие наглости себя жалить. Но написано здесь, что Христос сжалился над другими. Скажите, а что, у Христа сильно была классная жизнь, ведь он прям там в масле купался, там, на рост росте разъезжал, там, ну, как бы, у него самую жизнь такая была тоже, ну, тяжелая жизнь. Он вырос в бедной семье, плюс, ну, там такая ситуация была, что многие люди, может, досудили, то, что, может быть, Иосиф и не его отец, вообще-то, ну, потому что люди, что-то не докажут, что, ну, вы понимаете, да, эту ситуацию, которая оказалась моей. Ну, как бы, ну, тоже такая, его там говорили часто, так он вообще там сын плотника, он вообще там, Христос, это вообще сын плотника, короче. Что у него там, именитые родители там, я вас умоляю. Вот, ну, вместе с ним, живя такую жизнь, будучи самым плотником, имея простое ремесло, он видел вокруг себя людей, которые страдали, страдающих людей. Теперь вопрос, он просто сжалился над ними или что-то делал еще? Ну, он видишь и душу, человека, он видит, как бы, в глубину, что нету духовного роста, что люди потеряны без Бога. Он сжалился и оказывал помощь, вот, ну, исцелял, учил, да, как-то вот, ну, это есть вот такая вот. Да, друзья, помните, да, весь кладуточки, да, я очень люблю этот пример, потому что этот пример, он раскрывает, как бы, часто такие, вот смотрите, везется одно, да, вот у нас. Смотрите, если я сжалился над людьми, и я при этом ничего не делаю, мне просто людей жалко. Ой, 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 как мне жалко это. Ой, там в Афганистане люди выбирают работу. Ой, там что-то там, ой, что-то тут. Смотрите, наша лоточка, вот, давайте напишем так, сжалился, да, сжалился. Наша лоточка начинает очень круто вращаться вокруг своей оси, ничего не происходит, движение вперед, Вот на этим веслом, как бы, нам всех жалко, 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 но, вот. Теперь смотрите, вот если я добавляю к этому, что я начинаю делать, делать, то наша лоточка начинает двигаться в каком-то определенном направлении. А с одной стороны, я замечаю нужду людей, я пытаюсь, с моей стороны, быть ответом на эту нужду. Понимаете? Смотрите, какую видел нужду Христос? Он увидел, что люди были изморены, люди были рассеяны, у людей не было пастрии, у них не было лидера, то есть людям нужна была помощь, а люди были просто в рассеянном состоянии. Коррупция, бедность, болезни, просто кошмар, трэш-фолмный, короче. Смотрите, что он делал? С одной стороны, ему было жать людей, очень сильно жать, но с другой стороны, он был ответом на их нужду. И вот этими двумя весельцами, вот эта лоточка красивая, начала двигаться вперед. Итак, хороший пример для нас, замечать нужды людей, видеть вокруг нас людей, которые нуждаются. Друзья, это не всегда, это могут быть бедные люди, это не всегда могут быть люди, которые там, ну то есть, мы обычно замечаем ту нужду в людях, которая нам близка к сердцу. И поверьте, мы являемся ответом на эту нужду. Так, смотрите, как Христос отвечал на нужды этих людей, они были знаменные, рассеянные, какого-то без пастыря. Как, что он делал, для того, чтобы ответить на эту нужду? Как Христос был ответом на эту нужду? Какие действия он предпринимал? Он учил, он оставлял людей, он проповедовал, нас побольше. Что еще он делал? Исцелял. Он исцелял, это была физическая нужда, и он и, да, и вся мы были... Теперь смотрите, опять же... Можно еще сказать, можно еще сказать, вот по последнему предложению, что вот изнурены и рассеяны, что он как-то объединял людей, то есть, может быть, они уже не были такие, как каждый как бы сам по себе, а как-то уже держались больше, ну, ну, каких-то, да, какой-то как, вот именно группы, вот, которые, да, слушают Иисуса. Ага. Абсолютно верно. То есть люди, получая ответ на свою нужду, они объединялись. Они становились уже комьюнити, да, у них уже было общество. Можно вопрос? А тут пастор, вот пастори, да, а ты пастор церкви, это как бы одно и то же? Смотрите, хороший вопрос, Анечка задала, что вот пастор, да, кто такой пастор здесь, и здесь употребляется, здесь употребляется пастор, ну, если мы, например, берем овцы, да, то у овец должен быть пастор, то есть овцы сами по себе уже не могут, то есть у них должен быть тот, который за них заботится, их там опекает и так далее. Анечка задает вопрос, можно, ну, то есть это аналоги с пасторем церкви или нет, да, да или нет. Смотрите, впервые, как бы, в Евангелии говорится о том, что пасторем является Христос, это, ну, то есть это Христос, да, вот, в чем, в чем его была, как бы, задача? Он заботится и опекает овец, да, то есть людей, которые похожи на овец, которые беззащитные, которые болеют, их надо защищать от молоков и так далее. Потом, когда церковь начала развиваться, Христос, как бы, вот эту функцию передал людям, вот, есть ли, и в первой церкви было три названия. Было первое название, назывались пресс-липеры, это, кстати, греческие пресс-липеры, второй, и бископы, и третье, это пастора, пастор. То есть, по сути, как бы, это три таких названия служителя, который работает вот в церкви с людьми, да, но на сегодняшний момент самое расхожее, конечно, это пастор. Вот, это самое расхожее, потому что оно очень напоминает натуру, которую исполняет пастор, живя с отцами, да, например, то есть, хотя на самом деле, если взять пастора, то по отношению к Христу, он тоже, извиняюсь, может, кому-то это не понравится, он тоже овечка, вот, потому что он точно такой же человек, как и все остальные, но по отношению к людям, он как бы исполняет функцию старшего, среди раунда, есть такое понятие, старший среди раунда, да, то есть, я такой же человек, как и вы, то есть, я ничем от вас не отличаюсь, может быть, в каких-то моментах я даже более слабее, чем вы, да, вместе с тем, как бы, Бог возложил на меня ответственность, заботиться, переживать о вашем духовном оброзе, о вашем, то есть, на мне ответственность, как бы, оказывать пасторскую опеку, вот такой момент, поэтому, по отношению к Христу, это еще такая же отличная, как и все остальные, но по отношению к вам, на мне ответственность исполнять функцию, как бы, ответственного, вот, служителя, ну, как бы, пасторя, который опекает, или помогает другим, да, ну, то есть, это такой вот прообраз, друзья, смотрите, немножко возвращаясь к тексту, опять же, здесь, в этом тексте есть две функции, это учить и проповедовать, и оказывать практическую помощь, да, смотрите, точно так же берем, например, нашу лодочку, да, смотрите, вернемся к лодочке, если я буду только учить, и у меня будет самое лучшее учение, которое есть на планете, самое чистое, самое библейское, да, я научу проповедовать, учить, то моя лодочка будет пройдется снова в одну сторону, с другой стороны, я должен быть ответом, ответ на нужду, то есть, есть много организаций, череде, которые, вот, они являются ответом на нужду человека, да, вот, но они не учат, они не проповедуют Евангелие, как вы думаете, что происходит в лодочке этого человека, вот мы только помогаем, мы формим бедных, мы одеваем, мы там деньги собираем, но мы не проповедуем Евангелие, мы ничего не говорим о Боге, мы только, только помогаем человеку, что происходит с нашей лодочкой, все, нас будет крутить по кругу, и вот, и поверьте, не жизнь человека не будет меняться, ну как, ну, как бы, человек, да, его танцирует, да, ему помогает, ну, а теперь смотрите, что делал Христос, с одной стороны, он учил и проповедовал, с другой стороны, он оказывал практическую поддержку, почему, например, когда мы заговорили за Веронику, у меня сразу такая мысль, такая, без слова, Анечка, она говорит, вот у меня есть там знакомая, там, ей нужна помощь, я говорю, стоп, это же классная возможность, с одной стороны, человеку практически помочь, материально, да, но с другой стороны, это же классная возможность, человеку не рассказать Евангелие, что Бог его любит, что Христос умер на кресте, что Бог знает, как решить эту проблему, он знает эту ситуацию, знает, как ребенок это станет валидом, он знает это все, и вот тогда в таком случае, когда мы учим и помогает, наша лодочка начинает двигаться в том направлении, в котором мы с нами. Можно я комментировать сейчас, что ты сказал? Я говорила с мамой, я говорю, Бог, для чего-то вам дала эту ситуацию, возможно, она говорит, я действительно очень сильная, потому что многие люди, мы не смотрели, я говорю, вот видите, может вам Бог дал ситуацию, чтобы вы, например, других обучали, работали в таком госпитале, с такими, она говорит, потому что когда я работала медсестрой, я никогда таких больных не видела, когда у меня ребенка моего вытащили с его в трубках, я говорит, вообще смотрю, я вообще не знала, что делать, она трубку себе вытернула, я там вообще, кажется, паниковала, и говорит, просто, а теперь, говорит, я когда работала, я говорю, вот видите, а теперь вы знаете, можете другим помогать, обучать других, то есть она так как-то задумалась, ну то есть, да, возможно, это мое призвание, вот такими людьми работать, ну просто такой момент, может быть, кто знает. Да, вот, например, если вы помните, не хочешь, да, вот как без рук без ног, он такой очень известный и проповедник, и спикер, он очень хороший христианин, свинянин, у него там трое, или четверо деток уже, он на самом деле стал ответом и кружу, друзья, имея вот эти вот ограниченные свои способности, он стал надеждой для людей, которые потеряли какие-то, там, он очень много путешествует, особенно вот, где военнослужащие потеряли какие-то конечности, люди, глядя на него, они понимают, слушай, если такой человек, у него свет в глазах, он горит, у него надежда, что горит о нас, и он всегда, знаете, что делает, у него есть такая интересная, я помню, когда-то, кстати, в Киев приезжал, и он, его можно подойти и обнять, потом обнимает, к нему люди послывают, его обнимают, у него ни рука, у него отросток в ноге, у него пальцы, у него нет ни руку, ни ногу, у него отросток в ноге, и вот интересно, такой момент, смотрите, это не Гучич, это не этот гучич? да, не Гучич, да, ага, а он так, он так, он так, просто прижимается, его обнимают, Это, кстати, вот раньше такие вот люди, их назвали человек-гусеницей, то есть это даже в цирке выставляли этих людей, на них люди приходили, смотрели, вот человек-гусеницей, да, безусловно. И он, кстати, в одном фильме даже художественном снялся, как как будто он церковное представление, он, человек-гусеница, там, и все такое. Это же один художественный фильм даже есть, где он снялся. Друзья, если бы он просто приходил людям и говорил, ребята, вам надо поверить в себя, вы все можете, вы молодцы, посмотрите на меня. Но это было бы полвопроса, это бы полвуточка крутилась на обмесе. Друзья, но он не просто это делает, он еще и на поведение. Он говорит, что только Христос. Кстати, он очень классный проповедник, профессионал. И наша лодочка движется вперед. Жизнь людей меняется, людей преображается, идет духовное исцеление людей. В чем еще проблема, друзья? Наша, материальная, вот эти проблемы, которые мы встречаем, это результат духовной декадации. Болезния, потом нищета, это все последствия бреха. И надо лечить не дерево, а надо лечить корни. То есть у нас примочки мертвые делают, понимаете? Поэтому, друзья, проповедник Евангелия идет исцеление духовного человека, идет восстановление отношений с Богом. И человек начинает потом преображаться и материально, и физически. Хорошо, друзья. Последний текст. И будем закругляться. Какая главная мотивация должна быть христианина для работы с людьми? Смотрите, мы поговорили об Огонье. Мы поговорили об Иисусе Христе. Мы посмотрели сердце Иисуса, а мы в доме жалости к людям. Он очень любит бесконечно людей. Jesus loves you, loves me, loves everybody. Вот. Вопрос. Хорошо. Вот мы. Что это значит для каждого из нас? И вокруг нас очень много людей разных. Очень много людей окружает нас с нужными, с проблемами. Друзья, какая мотивация? Вообще, зачем мне это нужно? И что должно мной двигать? Ну, с одной стороны, я понимаю, да, я должен говорить об Огоне, я должен служить людям. Но вопрос, а какая мотивация должна быть? Какая может быть мотивация, и какая должна быть мотивация? Почему я должен другим людям служить и проповедовать? Какая, давайте начнем, какая плохая мотивация? Может быть у меня. Плохая мотивация? Да, плохая мотивация. Какая мотивация? Ну, заработать какое-то такое, как бы уважение, как бы, ну, как бы такое свое имя. Ага. Возвысить что-то в этом роде. То есть, получить признание, да, то есть, я проповедую или я помогаю людям, чтобы получить признание, лайков он собирает, да, где-то в Инстаграме. Да, да, да. Не, 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 не. Хороший. Еще какая может быть плохая мотивация? То есть, то, что может быть плохой мотивацией. Использование имя Бога для материальной выгоды. Да, материальная выгода. Абсолютно верно. Абсолютно согласен. То есть, чисто денег заработать. Ничего личного, просто денег заработать. Еще какая может быть мотивация? Друзья, есть еще такая мотивация, чувство стыда. Или, да, как мне не стыдно. Ведь мне когда-то помогли. Вот я, а я вот тут сижу, я ничего для других не делаю. Ну, на самом деле, ну, можно сказать, а в чем это плохого? Но здесь скрыто, на самом деле, знаете, внутренне, если посмотреть в сердце человека, а это не очень хорошая мотивация. Делать людям добро, потому что, ой, как мне не стыдно. Какой я, я так и никому ничего не делаю. Еще какая может быть мотивация? Плохая, нехорошая. Потому что надо. Потому что надо, конечно. Абсолютно верно говорю, правильно? Ну, надо что-то сделать хорошее. Ну, нельзя просто ничего не делать. Давайте что-то будем делать. Или как, ну, делайте хоть что-то. Нет, что-то не надо делать. Есть еще такая мотивация о страхах. Страх, есть чувство страха. Если я не буду проповедовать, если я не буду помогать другим людям, Боженька меня накажет. Вот. Я буду это делать, чтобы мне не наказали. Э-э-э, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Плохая мотивация. Ничего хорошего нет. Как вы думаете, какая должна быть единственная правильная мотивация для того, чтобы служить другим и помогать и ловить вам людям? Любовь к Богу. Абсолютно верно. Любовь к Богу и... И к людям. Абсолютно верно. Это молодец. Давайте прочитаем вот этот текст. Какая главная мотивация христианина? Марка 12, 29, 31. Кто мог прочитать этот текст? Может быть, Верджи, выберите уточка. Пять секунды. А иной больше из них заповедей нет. Так. Спасибо большое. Итак, друзья, какая должна быть мотивация для того, чтобы исполнить то, для чего нас Бог вообще-то предназначил? Вот какая должна быть мотивация? Давайте как раз напишем, здесь подчеркнем. Возлюбить Господа Бога твоего, да? Я это делаю из любви к Богу. Хорошо звучит, правда? Не потому, что я его боюсь. Не потому, что стыд меня тоже. Нет, я хочу проявить Божию любовь к Богу. Бог столько сделал для нас добра, и столько делает для нас добра, но неужели я не могу Ему как бы оплатить тем? Почему я не могу сделать это во имя Божьей любви, во имя того, что я люблю Богу? Любовь к Богу. Смотрите, а как это надо сделать? Что делать? Возлюбить. А как возлюбить? Что? Что? Возлюбить. А как возлюбить? В качестве этой любви. Да. От всего сердца. От всего сердца. От всего сердца. Господи, я хочу, вот как по максимуму, знаете? Потом. Знаете, как по нашей силе, от всего сердца любить. Еще. От всей души. Знаете, как от всего сердца, от всей души. Все наши души. Да, это своим, да, своим разумом, это как своим мышлением. То есть, и всей своей волей, вот это слово крепость, на русском языке это воля. Воля. То есть, я должен полюбить Бога от всей души, от всего сердца. Всем своим разумом. То есть, Бог, когда напомнит свое разумом, Богом, да. Я понимаю, что это очень, может быть, очень высокий стандарт, да, например. Но, друзья, точно так же, как мы растем в любви к нашим близким людям, точно так же мы должны расти в любви к Богу. Например, когда мы познакомились с моей женой Аней, ну, и вот, например, в этом году мы будем праздновать 17 лет своей местной жизни, я бы уверял в вас, что 17 лет назад я не так любил свою жизнь вот сейчас. У меня совершенно были другие мысли, акценты, у меня, ну, любовь другая была. Вот сейчас, ты любишь больше Аню, да, конечно, 100%. и чем дальше, тем больше. Почему? Я, мы растем в любви друг к другу. Точно так же происходит, то есть, это не так, как я полюбил по максимуму Аню, да, а потом вот каждый год все меньше, 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 и потом, да, короче, что это так, кто-то вообще ходит после меня, кто-то ходит после меня, кто-то вообще, человек, который, разлужит, да, то есть, правильная любовь, она ты в ней возрастаешь, ты растешь, ты начинаешь любить больше, 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 вот, и вот с Богом точно так же получается. Кто-то что-то прокомментирует, пожалуйста. Я говорила, что то, что ты сказал, что со временем еще больше, я вот много так слушала интервью пар, и реально вот христианские пары тоже вот так говорят, что там 20, 30, 50 лет, что проживали, что вот, чем больше срок, тем больше ты любишь, вот это правда. Еще я хотела добавить, что в начале, когда ты только, ну, вот знакомишься с Господом, тогда тебе сложно вот это исполнить, понять, как это сделать. Когда, ну, когда уже есть какая-то история, да, как с обычным человеком, действия есть, да, ты знаешь, ты там, Бог для тебя что-то делает, ты для него, и как-то вот это такой диалог, отношения, тогда уже проще любить. И вот, вот просто надо строить отношения, да? Ага, да-да-да. Да, кстати, вот Людочка, молодец, ты очень классно сказала мысль. Смотрите, есть разница между знать человека и знать о человеке. Да, что такое знать о человеке? Ну, мне рассказали, что Владлен, хороший парень, хороший такой спортсмен, там, симпатичный, умный, все, но когда ты лично Владлен, он же с ним познакомился, поговорил, мы там в кофеечек попили, там, спортзарщик сходили, да, о Владлен, которого ты уже знаешь, это совсем другое, о котором ты знал, да? Точно так же и с Богом, друзья мои, есть большая разница между тем, когда люди знают о Боге, и между тем, когда люди знают Бога. И вот это, кстати, Люда об этом как раз сейчас правильно сказала. Чем больше ты видишь Бога в своей жизни каждый день, как Он проявляет свою любовь к тебе, как Он отвечает на твои молитвы, ты чувствуешь Его каждый день, тем больше у тебя возрастает любовь к Нему. И очень важный такой момент, это, когда ты познаешь Бога через Божье Слово, через Писание, через Библию. Чем больше ты в Библию, чем больше ты погружаешься в Писание, тем больше ты познаешь Бога, и ты больше ты не улюбляешься. Это очень, это потрясающий опыт вообще. И самое интересное, когда ты читаешь Библию, ты, например, начинаешь замечать, ага, Богу это нравится, а Богу это не нравится. Ну и как любящий человек ты что хочешь? Ну ты хочешь делать вещи, которые нравятся кому, возлюбленному, правда ли? Например, например, ну допустим, взять вот ну пару, да, где-то в паре, например, ну жена не любит, когда я не знаю там, что там, жена муж не любит. Когда, например, муж поздно приходит. Когда муж, например, поздно приходит. Поздно приходит. И представьте, вот муж, он любит свою жену, но и он знает, что жена, это ему и не нравится. Что делает муж? Он, надо пораньше приходить домой, чтобы не огорчать жену. Понимаете? Он это делает не потому, что, ой, я боюсь свою жену, вот я позже приду там, или нет, я должен прийти раньше, это мой долг как мужчина. Ну, звучит странно, да, или нет, я свою жену люблю, я не хочу ее огорчать, я приду раньше. Ну, то есть, совсем меняется, вообще меняется совсем все, когда я делаю это из любви. Теперь смотрите, давайте перенесемся по отношению к людям. Вторая подобная идея очень похожа за опять полюби ближнего, разлюби ближнего как самого себя. То есть, мой мотив по отношению к людям должна быть любовь. Опять же, не страх, не угодничество, не чувство долга. Опять же, я вижу человека, я, пусть Бог даст сердце и любовь к этому человеку, я делаю что-то из любви, а не из золота, не из страха, не из чего-то еще. Друзья, смотрите, по сути, вот это основа, это наша основа, причем, потому что дальше, пока мы этот момент не усвоим, нам очень тяжело будет эффективно выстраивать отношения мастерничества и ученичества. Очень будет сложно. Друзья, давайте подведем итоги, что я буду делать, какие у нас итоги. Ладно, нет, давайте мы сейчас поделимся, что я буду делать, какой у нас итог. я бы отвечаю запись, чтобы мы могли поделиться. И я сейчас сделаю запись на палубе. Кто хотел бы начать? Я бы. Смотрите, друзья, последний слайд тоже решил сюда поместить. Первое, это, ну, мы сейчас немножко приберем нас малыми силами, но мы тут приберем, значит, поставим крючки на место. Друзья, наша красная коробочка здесь всегда присутствует, кто хочет поучаствовать, пожалуйста. И также, опять же, можно в красную коробочку, можно там, Анечка, какой-то вариант предложит. Смотрите, есть такой вариант, пока что, начать денежку, чтобы помочь практически этой семье, вот этой девушке Вероники, которая сейчас с особыми потребностями, вот она, третий пункт. Да, ну, там может быть даже кресло, мне кажется, будет более актуально, чем кровать, пока на время, я так думаю, потому что кресло, все равно можно его с собой на нем ездить, а кровать, если они будут переезжать, то кровать, как бы, может быть, ну, просто она такая же стоит, да. Отлично. Спасибо. Анечка, спасибо. Извини, я перебил. Нет, просто там она тоже, кресло, сколько она, где-то 880 фунтов кресло стоит. Да, смотрите, какая у меня, какое у меня предложение, я делаю сейчас сбор для помощи этой семье, вот. Анечка, как бы, за это все, она на себя взяла, это нужно сейчас, все вопросы решать, именно связанные с этим. Я, как бы, завтра поговорю с братом Владимиром, прошу, готов ли он помочь, поддержать нас, в том, чтобы навестить эту семью, рассказать Евангелие и стать вот нашим дезиномостиком, да. Единственное, такой момент, что, ну, со своей стороны, как бы, я бы хотел, чтобы мы, ну, для начала, хотя бы поучаствовали вот, конкретно под проект, да, то есть, например, у нас проект какой, либо кровать, либо вот этот электрокресло, но, скорее всего, это кресло будет, потому что они могут ребенка, потом, или ребенка, эту девушку потом перевозить, вот, но, со своей стороны, мы попробуем, насколько это возможно, этот участок материально, и, может быть, янечка тоже еще планирует запостить на Фейсбуке, может быть, кто-то тоже подключится с друзей, знакомых, чтобы собрать необходимую сумму, чтобы послужить и рассказать человеку Евангелие, и, может быть, дальше человек заинтересуется даже и духовно вздеваться, потому что, пойти, как мы сегодня изучали, мы не только отриявляемся ответом на нужду, но мы также пропадаем Евангелие, чтобы человек приобрелился с Богом, и стал самым ответом на нужду другим людям. В общем, вот такое вот объявление. Хорошо, друзья, давайте мы сейчас будем еще споем, или у нас будет еще...